В интернет с младенчества. Новый девиз Министерства образования. Об онлайн-игрушках и персональной страничке речь, разумеется, не идет. А вот встать в электронную очередь в детский сад, чтобы к трем годам получить свое законное место, теперь может любой новорожденный нижегородец. Для этого родителям нужно просто подать заявку, заполнить специальную анкету и дождаться ответного письма. Многие уже так и делают. Очень даже удобно, не выходя из дома. На сайте на каком-то набрала, в какой детский сад там выбираешь, в какой детский сад хочешь, ходить и с какого года. Я слышала про нее, но мы-то когда стоим на очереди давно, то нам это просто как бы не понадобилось. Но вот если будет еще один ребенок. То будем, конечно, да. Впервые о таком варианте очереди в России заговорили еще в прошлом году, поскольку вопрос наболевшей с нововведением решили не тянуть. И уже 6 марта 2014 года в Нижегородской области официально все существующие детские сады принимают электронные заявки от родителей. Причем в этом вопросе наш регион отличился дважды. Во-первых, у нас выполнили соответствующие распоряжения президента одним из первых по стране. Ну а во-вторых, электронная очередь подкреплена соответствующим наличием мест в детских садах. Мы, конечно, сделали в прошлом году очень серьезный шаг вперед, потому что на 60% сразу сократили очередь за один год. Из 14 тысяч мест, которые нам не хватало для детишек в возрасте с 3 до 7 лет, мы 8 с лишним тысяч ввели за один год. Но сейчас еще два года, 14 и 15, надо работать с тем, чтобы к 1 января для этих детей уже была свободная ситуация, чтобы места ждали детишек. Программа очень живая, работает и очень к ней активно подключился наш Центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Поэтому все хорошо с этой программой. Несмотря на блестящее начало, Валерий Шанцев призвал глав районов сделать электронную процедуру, как можно более доступной и понятной. Отдельным пунктом обсуждения стало наличие в детских садах специалистов узкого профиля. Тех самых, которые будут заниматься именно электронной базой. А вносить данные в нее нужно ежедневно. Этого требует федеральная программа. Такая задача перед нами ставится не нами самими, а ставится федеральной вот этой вот системой, которую сегодня хочется. С одной стороны, это хорошая идея, да, то есть вещи неплохие, как таковы. Но мы с точки зрения возможности тех специалистов, которые сейчас пока на этой системе работают у нас, да, а это в основном за это отвечает директор детского садика, то есть он должен быть семь пядей во лбу или сажать отдельного человека, который только этим будет заниматься. Вот о чем сегодня обсуждался вопрос и делали мы такую задачу. По сути, конечно, чем открытие система, да, тем она как бы лучше, доступнее будет работать. Естественно, сейчас никто не отменяет возможности подачи заявления привычным многим родителям образом через РАНО в письменном виде. Но уже сейчас, задумываясь о плюсах новой очереди, прозрачности, самостоятельном выборе детского сада и возможности отслеживать заявление, многие будущие родители выбирают именно электронную очередь. Варвара Ермакова, Сергей Пермовский, Объективное ННТВ.